Пьем чай на природе и все, едим шаурму. Серега, скажи что-нибудь телезрителям, почему видео у нас нет? Потому что у нас нет сороковых колес, а так бы мы такое видео забабахали. Все только в этом дело, да, Танюш, так-то мы ездим, даже кое-что снимаем, но я совсем обленился, вот, сегодня в горы залезли на Юрму, но не заехали, правда, до конца, А теперь маленький такой сюжет, как видит автомобиль по зимней дороге. Это накатанная снегоходами дорога, и мы увидим автомобиль на 37 колесах, давление, наверное, 0,4, в колесах, может, даже ниже. Включена передняя блокировка, включена задняя блокировка, но все равно наступает такой момент, когда машина проваливается, и уже не обойтись без лилютки. Поэтому лебедка, наверное, самая первая вещь, которая должна быть установлена на внедорожник. Потом уже можно говорить о колесах, о блокировках. Ну, наступает все равно момент, когда машина встает, и бегать уже неохота, и дальше штука пешком. А теперь маленькая поучительная история для начинающих джиперов. Давай, Серега, вот, короче, смотрим, заехали мы вот так вот без блокировок на накачанных колесах, и вот такая картина, неглубокий вроде снежок, передняя блокировка выключена, и вот так потихоньку закапываемся красиво. И вот так... И вот так... Он уже до травки докопался потихоньку. Серега проверяет шрусы на прочность. Так, следующий этап. Выехать не смогли. Спускаем колеса. Блокировки все выключены. Да, блокировки выключены. Сейчас спускаем колесики и посмотрим, поможет ли в этой ситуации спустить колеса. По мягкости я уже забыл ощущение. Непонятно, насколько. Ну, примерно вот так. Блин. Примерно как-то так. Это где-то, я думаю, ну, 0,20 тут нету. Хотя, равеннее 0,3, наверное. Мне кажется, побольше. Побольше даже, да? Ну, сейчас по переднему колесу посмотрим. Я уже забыл. Здесь не видно. Третье колесико и последнее. Самое незарывшееся, можно сказать. Сейчас, Серега, какой прогноз? Поедет сразу? Прогноз благоприятный. Да? Сейчас проверим. То есть, спустили на глаз и вот уже закопались. Вот посмотрим, на спущенных колесах без блокировки выйдет, нет? Понятно, закопались. Не на мосты сели, а... Ну да, прикопались. Прикопались. Как бы он двигался, но что-то как-то... Смотрим. Так, водитель, автомобиль. И... Так сказать, прогноз благополучный. Смотрим. Ну, как-то нечестно даже, я считаю. Всего-навсего спустили колесики. Ну... В общем, слабо закопались, наверное. Так. Смотрим, как спущены. Прогноз благоприятный оказался. Спущенная резина, это... Даже... У меня тут ситуация с лучшим блокировкой. Потому что мы их здесь уже включать начали, когда уже застряли. Уже столка нет. А вот и тили резины, и толк появился сразу. Только лесу заднее левое тут сильно смешено получилось. Ну, не так страшно. Так что вот. Попробую проехать и так по кругу. Благоприятный прогноз нет? Да. Сейчас проверим. Ну, в общем, спущенный он уже, как минимум, не закапывается. Вот, видим, так... Как на снегоходе? Как на снегоходе? Слушай... Ну, нормально. Да, по его следу развернулся. А накаченные поехали. Вот провалились сразу же здесь. Да, кстати, накаченные... Отправите резину с джипперы. Часть вторая. Отправите резину. Да, кстати, накаченные тоже поехали по накатанному и провалился. Так что, да, блокировки не нужны, короче. Ну, да. А кто не знает, пусть с блокировками спорят, по-моему, про блокировки рассказывают. Блокировки это есть, но в данном случае они не очень пригодились, скажем так. Но они нужны.